Почу подготовиться к пленеру и рубиксу. Дорогие товарищи, друзья, я понимаю, что сегодня здесь салоспелси собрались те, кому не безразлично, что происходит в мире, что происходит на нашей земле, в ком живет память о погибших, в ком живут строки Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского. Помните их. Вспомним всех поименно. Ворем вспомним своих. Это нужно не мертвым. Это нужно живым. Что меня сегодня вот подвигло попросить организаторов дать слово. То, что много лет назад довелось быть при открытии этого памятника, этого мемориала. И, может быть, молодые-то не знают, а пожилые присутствовали при этом. Вся площадь была усыпана народом. Да, еще много было оставшихся в живых, потому что прошло 20 лет после победы. Но много было и тех людей, которые понимали, не надо, нельзя быть равнодушными. Мне, как руководителю Организации нацменьшинств Республики Содружества, От имени сопредседателя я всех-всех приветствую и поздравляю с 70-летним освобождением нашей победы. Очень важно вспомнить, что все наши победы и на фронте, и после войны были одержаны благодаря только одному, тому, что народы, представители всех национальностей объединились и победили, и выстроили, и восстановили. Сегодня Латвия это республика, в которой проживают представители 154 национальностей. Это наше богатство, это должно быть нашей гордостью, это должно быть сплочением всего народа, который проживает в Латвии, для того, чтобы достичь лучших результатов. И вот когда мы все вместе вечерами переживаем, ловим последние известия по радио, по телевидению, что там происходит на Украине, что там происходит на Юго-Востоке, мы не должны забывать одну простую вещь. Появилось такое понятие неонацизм. Ну, вроде бы, маленькие какие-то, новые, недовоспитанные, молодчики, которые вспоминают о гитлеровских временах. Сегодня мы должны с вами говорить не неонацизме, а интернацизме. Четко это осознаваем. Потому что этот интернацизм проникает не только на Украину, не только в Европу, но скоро доберется и до других мест. И вот когда мы занимаем позицию равнодушного, когда я вот вижу здесь не огромное количество народа, которое было при открытии памятника, а действительно узников, действительно вот преданных этой идее молодежи, мне становится тяжело на душе. Вот с этим нам надо бороться. В этом мы не дорабатываем сегодня. Общественные организации, политические партии, я рад сегодня вот видеть представителей наших главных левых политических партий, их товарищи еще выступят и скажут свое слово. Ну вот на Украине, в западной Украине в 41-м году погиб такой Бруно Есинский. Ему принадлежат слова «Не бойся друга», но в худшем случае он может тебя предать. Не бойся врага, в худшем случае он может тебя убить, бойся равнодушного. Только с их молчаливого согласия свершаются самые страшные преступления на земле. Об этом мы не должны забывать. И вот когда сегодня вроде бы все привыкли с экранов телевизоров и по радио звучит террористы АТО антитеррористическая организация кто они эти террористы проживающие на Юго-Востоке? Это те, которые отстаивают свою землю свои семьи свою территорию а вот те, которые на них напали и уничтожают из воздуха и из земли они праведниками. Все перевернулось в понятиях людей. Вот с этим нам надо бороться. И это будет лучшей памятью тем, которые погибли в Саласпелсе, которые погибли в других концлагерях, которые погибли на фронтах войны. жалко, конечно, что сегодня нет на вот этой территории представителей очень многих посольств аккредитованных в Латвии. Их несколько десятков здесь. Они отстаивают свои позиции, правые позиции, позиции Вашингтона в Европе. Что же они не видят того, что происходит на земле латвийской? Давайте сделаем все, чтобы крепить единство наших рядов, для того, чтобы этим единством победить тех, которые пытаются нас сломить. Будем едины и будем непобедимы. Всего вам самого доброго.